Всем привет! Сегодня разберем задание из открытого банка заданий ФИПИ по математике. Профильная математика. Неравенство с модулем. Ну, в данном случае это линейное неравенство с модулем. Давайте выпишем наше неравенство 3 умноженное на модуль х плюс 3 минус 3х меньше или равно чем 14 минус модуль 2 минус х. Как мы будем решать данное неравенство? Первым делом давайте решим маленькие уравнения, стоящие в модуле. То есть х плюс 3 равно нулю, то есть х равен минус 3. И второе уравнение 2 минус х равно нулю, то есть х равен 2. Чертим координатную прямую и откладываем координатной прямой наши точки. Точку минус 3, она у нас закрашена, и точечку 2. Тем самым у нас получилось 3 промежутка. То есть мы будем сейчас выяснять, как будет выглядеть наше неравенство на каждом из промежутков. Вспомним определение модуля. Модуля мы называем само это выражение, если оно у нас больше или равно нуля. И противоположное выражение, если оно у нас меньше нуля. Значит, у нас получается 3 промежутка. То есть будет совокупность трех систем. Берем левый промежуток х меньше, чем минус 3. Средний промежуток х больше или равное, чем минус 3, и меньше или равное 2. И правый промежуток это х больше 2. Теперь я беру любое число в первой системе, которое меньше, чем минус 3. Например, это число минус 4. И это число минус 4 мы подставляем вместо х в первый модуль, а потом во второй модуль. Если внутри мы получаем положительное число, то просто палочки модуля у нас будут во что модуль превращается? Они опускаются. А если будет отрицательное число, то мы опускаем палочки модуля и знак меняем. Минус 4 плюс 3. Отрицательно. То есть мы опускаем палочки модуля и знак меняем. Минус 3х мы так и переписываем. 14 мы так и переписываем. Теперь берем это минус 4 и подставляем во второй модуль. 2 минус минус 4. Это будет положительно. Поэтому мы просто палочки в модуль опускаем. Берем вторую систему. Промежуток от минус 3 до 2. Я возьму нолик. И этот нолик мы также подставляем вместо х сюда и вместо х сюда. 0 плюс 3 – положительно. Значит, мы просто палочки в модуль опускаем. Минус 3х мы так и переписали. 14 мы так и переписали. Минус 2 минус 0 – это тоже будет у нас, соответственно, число положительное. Значит, так и будет у нас. 2 минус х. Берем следующую систему. х больше 2. Число, которое больше, чем 2, ну, например, 3. И также я подставляю вместо х сначала в первый модуль, а потом во второй. 3 плюс 3 – это будет положительно. То есть мы просто палочки модуля опускаем. Минус 3х мы так и переписали. 14 мы не трогаем. И 2 минус 3 – это будет отрицательно. Значит, мы опускаем палочки модуля и знак меняем. Получается минус 2 плюс 0. Ну, а теперь нам нужно решить каждую систему и полученные результаты объединить. Решаем одновременно, потому что это линейные неравенства. Они решаются достаточно быстро. Рисуем нашу большую совокупность. В ней три системы. Раскрываем скобки, приводим подобные слагаемые. Но не забываем, что определение на отрицательное число в линейных неравенствах. Мы должны знак неравенства поменять. У нас получается, мы раскрываем скобочки здесь. Это будет минус 3х минус 9. Дальше минус 3х. 14. Раскрываем скобки. Минус 2 плюс х. Вторая система. Примежуток от минус 3 до 2. Это будет 3х плюс 9 минус 3х. Меньше ли равно, чем 14 минус 2 плюс х. И третья система. Х больше 2. Получается, что 3х плюс 9 минус 3х. Меньше ли равно, чем 14 плюс 2 минус х. Так, приводим подобные слагаемые. У нас получается, что… И тут мы так и переписываем. Минус 3х минус 3х. Это минус 6х. Перенесем вправо. Х будет плюс 6х. Это будет 7х. И по отношению к правой части у нас уже будет знак, больше ли равен. 14 минус 2 – это 12. Минус 9 минус 12 – это будет минус 21. Здесь промежуток от минус 3 до 2. 3х минус 3х взаимно уничтожилось. И получается, что х больше ли равен? 14 минус 2 – это 12. 9 минус 12 – это будет минус 3. То есть х больше ли равен, чем минус 3. Здесь х больше 2. 3х минус 3х взаимно уничтожили. Минус х перенесли влево. Получается, что х меньше ли равен? 14 плюс 2 – это 16. 16 минус 9 – это будет 7. Далее. Дальше мы до конца доделываем наше неравенство. То есть у нас получается х меньше, чем минус 3. Делим на 7. Значит, знак неравенства мы не меняем. Будет больше ли равен, чем минус 3. Тут у нас промежуток от минус 3 до 2, соответственно. И х больше или равен, соответственно, минус 3. И здесь х больше 2, х меньше или равное 7. Ну, а теперь напротив каждого неравенства мы чертим наши прямые 6 штук. И показываем решение наших числовых промежутков. Х, 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 х. Поехали. В данном случае минус 3. Х меньше, чем минус 3. Ушли влево. Теперь эта точечка закрасилась. Мы ушли вправо, потому что х больше или равен. Система – это пересечение. Мы видим, что у нас пересечения нет. Значит, решения нет. Дальше у нас минус 3 точечка закрасилась. 2, соответственно, тоже. От минус 3 до 2. Теперь здесь у нас получается минус 3, куда носик, туда и штриховка. То есть система – это пересечение. Это их общая часть. То есть у нас получается, что решением здесь получился промежуток от минус 3 до 2. Ну и третья система – точечка у нас 2 выколота, куда носик, туда и штриховка. И семерка – точечка закрашена, куда носик, туда и штриховка. Система – это пересечение. То есть вот она, наша общая часть. То есть тут получается промежуток… Так, только если здесь от 2. От 2 до 7. 2 выколота, 7, соответственно, закрашиваем. Теперь мы полученные результаты склеиваем. У нас получается минус 3, 2. Точечка 2, которая выколота, наложилась на закрашенную. И все, завершилась наша штриховка точечки 7. И в результате ответ, который у нас получился – промежуток от минус 3 до 7. Оба промежутка квадратных скобок.